МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы события. Главное, за неделю расскажут мои коллеги и я, Виктория Шары. Коротко об основных темах. В Самару летом прибудут 12 новых трамваев, а также новые автобусы. Об этом сообщила глава города Елена Лапушкина на оперативном совещании, который провел губернатор Дмитрий Азаров. Обменялись успешной практикой и поделились творческими идеями. В доме купца Мыштакова прошла встреча губернатора Дмитрия Азарова с победителями конкурса президентского фонда культурных инициатив. Собственные школа, производство и путевка в новую жизнь. В Самарской исправительной колонии номер 6 показали, как создаются товары на экспорт и проходят обучение осужденных новым профессией. В Самаре почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей в страшном пожаре, который произошел в областном ГУВД 10 февраля 1999 года. Цветы к вечному огню и мемориальному комплексу возложили губернатор Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина, член регионального правительства, начальник главного управления МВД России по Самарской области Игорь Иванов, а также родственники и друзья погибших. О дне, который перевернул историю областного центра и о тех, кому в тот роковой день не удалось спастись, репортаж Ольги Павловой. В тот роковой день, когда в огне погибли практически все его коллеги, ветеран МВД Сергей Огнев вспоминает со слезами на глазах. Он и сам тогда еле выбрался. Спасло расположение кабинета. На втором этаже, недалеко от запасного выхода. Едкий смог тогда еще начальник хозяйственного управления почувствовал в 17.45. Выбежав в коридор, понял, что здание заволокло дымом. Среагировал тут же, закрыв лицо курткой, на ощупь пробирался к выходу. И выводил коллег, которые задыхаясь, звали на помощь. 10 февраля 1999 года навсегда осталось в его памяти. Долго снили огонь. Люди стояли в оконных проемах и кричали «помогите, помогите». Начали прыгать. Это мне очень долго снилось. Даже когда я лежал в ожоговом отделении в больнице Пирогова. Потом был на лечении в санатории Мечкало тоже. И сейчас до сих пор приходят такие же моменты. В уголовном розыске в здании бывшего обл.ГУВД тогда работал и Андрей Карханин. Рассказывает, с коллективом регулярно проводились учения по противопожарной подготовке. Но все произошло настолько неожиданно, что люди не успели среагировать. Одни погибли от дыма, другие разбились, выпрыгивая из окон. Люди просто-напросто были заперты огнем. Дымом, вернее, уже просто многие не могли выйти. И задавились. Очень печально. Вечером 10 февраля 1999 года в здании ГУВД находилось много сотрудников. Возгорание началось в 17.30. Пожар обнаружили, но оповещения людей не произвели. Сообщение о возгорании на пуль дежурного пожарной охраны поступило лишь в 17.52. К тому времени по деревянным перекрытиям огонь уже распространялся с огромной скоростью. Люди, оставшиеся в здании, теряли сознание и умирали от отравления угарным газом. Особенно тяжело пришлось экспертно-криминалистическому отделу ГУВД, находившемуся на самом верхнем, пятом этаже. Практически все сотрудники отдела разбились, выпрыгивая из окон. К мемориальному комплексу, который построили на месте сгоревшего здания областного ГУВД, сегодня возложили цветы. В церемонии приняли участие первые лица региона и города, члены областного правительства, родственники и друзья погибших при исполнении служебных обязанностей. Некоторых из них я знал лично. Погиб здесь и сотрудник, который был мужем моей одноклассницы. И, конечно, этот день не случайно стал днем памяти всех погибших при исполнении. Вечная память о них навсегда останется в наших сердцах. Эта трагедия подресла все уголки России. Во всех милицейских коллективах был организован сбор денежных средств. Память об этих событиях остается в наших сердцах. Борьба с пожаром длилась более суток. Специально для его тушения была проложена магистраль, по которой осуществлялся забор воды из Волги. Из огня спаслись более 200 человек. Многие из них находились в критическом состоянии. Когда пожар был локализован и потушен, в здании обнаружили тела еще 50 погибших. Сейчас их имена увековечны на стене мемориального комплекса. В 2014 году в регионе появилась памятная дата. Каждый год 10 февраля вспоминает о правоохранителях, погибших при исполнении служебных обязанностей. Здесь, на Куйбышево 42, у мемориального комплекса традиционно собираются десятки самарцев, чтобы почтить память о людях, которые стояли на защите Родины. После церемонии возложения в храме-часовне святого Александра Невского прошла панихида по погибшим в той страшной трагедии. Трагедии, навсегда перевернувшей историю областного центра, жизни коллег и родственников погибших. По официальной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. В Самару летом прибудут 12 новых трамвайных вагонов. Их должны доставить не позднее 1 июля. Автопарк Самары пополнит и новые автобусы. Об этом сообщила глава города Елена Лапушкина на оперативном совещании, которое провел губернатор Дмитрий Азаров. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Ежегодно общественный транспорт в Самаре перевозит около 160 миллионов пассажиров. Каждый день на дороге областного центра выходит порядка тысяч автобусов, трамваев и троллейбусов. Об этом рассказала глава города Елена Лапушкина на оперативном совещании, которое провел губернатор Дмитрий Азаров. По словам мэра, одной из основных проблем отрасли является износ подвижного состава и инфраструктуры. Это напрямую сказывается на аритмичности работы транспорта и влечет жалобы пассажиров. Елена Лапушкина отметила, что по каждому обращению жителей, в частности нареканий на состояние транспорта и поведение водителей или кондукторов, проводится разбор, принимаются меры вплоть до увольнения. По итогам 2022 года в транспортной сфере города удалось добиться улучшения ситуации по целому ряду направлений. В 2022 году, Дмитрий Ильич, при вашей поддержке приняты меры по увеличению заработной платы водителей, кондукторов в транспортных предприятиях. И это позволило остановить отток кадров. Елена Лапушкина отметила, что специалисты регулярно корректируют схемы маршрутов транспорта, чтобы учесть интересы максимального числа жителей города. На особом внимании находятся Куйбышевские и Красногринские районы, откуда поступает максимальное число обращений. В прошлом году запустили льготный автобусный маршрут в микрорайон Волгарь. В четвертом квартале этого года планируется открыть отдельный автобусный маршрут, который будет обслуживать эту территорию. Кроме того, в полном объеме восстановили работу троллейбусного маршрута номер 6, который обслуживает Куйбышевский район, и запущен автобус номер 108 между губернским рынком и южным городом. По Красноглинскому району были приняты меры, продлено 67 маршрут до Смышляевки. Кроме того, откорректировали расписание в часы пика, и сейчас интервал движения автобуса снижен с 7-8 минут до 3-4 минут, и отдельные рейсы отправляются непосредственно от микрорайона Новая Самара. И представители инициативной группы общественники подтверждают, что данные меры сработали. Также глава Самары проинформировала, что для обеспечения ритмичности работы отрасли осуществляется переход на заключение контрактов на перевозки с оплатой транспортной работы. Они позволяют обеспечить более полное выполнение перевозчиками установленного расписания. В 2022 году по таким контрактам организовали перевозки к городским кладбищам и на садово-дачные массивы. Впервые от пассажиров не было жалоб на работу таких маршрутов. Во втором полугодии 2022 года на такие контракты переведены все трамвайные и троллейбусные маршруты, а также шесть автобусных. По условиям данных контрактов не оплачиваются невыполненные рейсы и дополнительно выставляются штрафы. Продолжится и обновление парка предприятий-перевозчиков. В рамках обновления подвижного состава в 2022 году, как уже было сказано, приобретены 12 трамвайных вагонов, которые прибудут в Самару до 1 июля 2023 и будут работать на самых напряженных маршрутах. По закупке новых автобусов в первом полугодии 2023 года планируется закупка не менее 50 автобусов. Также проработан вопрос обновления имеющихся трамвайных вагонов. Стоимость модернизации в 2,5 раза ниже, чем закупка нового вагона. В результате трамвай получит новый корпус и будет соответствовать всем современным требованиям комфорта и безопасности. Выполнение данного вида работ включено в муниципальную программу развития транспорта. Помимо обновления подвижного состава ведется и модернизация транспортной инфраструктуры в Самаре. В частности, разработана пятилетняя программа модернизации трамвайных линий от проспекта Ленина до Московского шоссе. Средства на ее реализацию заложены в областном бюджете. Елена Лапушкина подчеркнула, что со стороны администрации города прикладываются все усилия к повышению финансовой обеспеченности транспортной отрасли. За последние три года объем средств, выделяемых на это направление, увеличивается на сумму порядка 200 миллионов рублей. Уже сейчас принято решение на дофинансирование перевозок. Средства будут изысканы в городском бюджете и финансирование отрасли транспорта превысят 1 миллиард рублей. Александр Кочетов, Михаил Ермоленко. События. Обменялись успешной практикой и поделились творческими идеями. В недавно отреставрированном доме купца Мыштакова состоялась встреча губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с победителями конкурса президентского фонда культурных инициатив. В мероприятии также приняла участие глава города Елена Лапушкина. Для многих этот конкурс стал стартом для воплощения творческих идей. Как успешные проекты реализуются на практике при помощи президентских грантов, выяснила Ольга Павлова. Услышать в наушниках голос знаменитого Левитана и проследовать за роялем по историческому центру города. Еще год назад эта идея была лишь на бумаге, но свое успешное воплощение приобрела в тот момент, когда театр «Пластилиновый дождь» выиграл президентский грант Фонда культурных инициатив. Экскурсии по городу, а точнее многоформатный спектакль, который придумали артисты, театр проходил в Самаре с июля по октябрь 2022 года. Театр был наполнен идеями, рассказывает Анастасия Захарова, но не хватало той самой изюминки, которая отличала бы столицу региона от других российских городов. Но мы же театр уличный, у нас есть артисты, и нам этого было мало, поэтому, конечно, мы все вот это, то, что уже имеется, то есть наушники, какая-то музыка, какой-то текст, дополнили актерской игрой. И наши режиссеры Игорь Шадрин, хореограф Вера Шадрина, они все это поставили на ноги. Зрителям раздавали наушники, и они, следуя за актерами от Струковского сада через улицы Красноармейской, Фрунзе и Куйбышева, возвращались к Струковскому, погружаясь в историю жизни главного героя спектакля «Старого пианино», ставшего свидетелем нескольких эпох. В пути артисты и зрители помогали герою собрать главную мелодию его жизни. Этот формат для пластилинового дождя стал совершенно новым. На стыке экскурсий и театра участники проекта создали уличный спектакль «Променад». Своими руками собрали уникальный реквизит и сшили костюмы. Для меня, как коренного жителя Самары, как вы понимаете, тоже это очень важно и ценно. И, конечно, когда ты сам любишь город, родную землю, ты хочешь, чтобы в нее влюбляли все, кто приезжает сюда. Конечно, вот этот опыт уличного спектакля, совмещенный еще с экскурсией, очень интересен. Не менее интересный проект был представлен продюсером арт-кластера «Дом-77» Полиной Дрожжиной. Ее команда также стала победителем конкурса президентского фонда культурных инициатив. Благодаря этому в Самарском районе на улице Ленинградской, 77, появилось еще одно культурное пространство для талантливой молодежи. В «Доме-77» есть закрытые мастерские, есть популярный самарский бар, но нет какого-то общественного места, которое бы говорило про дополнительное образование современное, про какие-то практики в области культуры и искусства. Поэтому появилась идея с нулевой комнатой. Проект «Нулевая комната» поставил перед собой множество задач. Команда начала организовывать выставки современного и экспериментального искусства, концерты молодых исполнителей и театральные постановки. Еще здесь работает микробиблиотека, где можно почитать, в том числе, малотиражное издание локальных авторов. Ребята, я им искренне благодарен, что взяли это и сделали, это придумали, объединили людей творческих, людей с душой, с мозгами, с руками. И получился замечательный проект. Конечно, мы сейчас готовы поддерживать и помогать как-то этому проекту развиваться. На встрече с главой региона Дмитрием Азаровым участники конкурса президентского фонда культурных инициатив обсудили секреты успешных проектов – от момента зарождения идеи до грамотной подачи заявки. Музыкант и композитор Сергей Войтенко поделился опытом проведения Всероссийского фестиваля «Душа баяна», родившегося на Самарской земле. О школе юного журналиста «Твердый знак» рассказала Вероника Панина из села Приволжье. Алла Волкова представила проект на базе Дома культуры в Новокуйбышевске – фестиваль народного творчества и ремесел «Волжские самоцветы». Вас всех сердечно благодарю за Вашу инициативу, энергию небезразличия, за Ваш талант, за Ваш творческий порыв, который, конечно, поверьте, и вдохновляет, и подталкивает меня, и моих коллег из муниципальных органов власти для важных и добрых дел. Летом Самарской области планируют провести встречу победителей конкурса фонда культурных инициатив и фонда президентских грантов, а также представителей всех муниципальных образований губернии для обмена опытом реализации проектов, получивших грантовую поддержку. Ольга Павлов, Николай Епифанов, События. Собственные школы, производство и путевка в новую жизнь в Самарской исправительной колонии номер 6 показали, как создаются товары на экспорт и проходят обучение заключенных новым профессией. В настоящее время в исправительных учреждениях Самарской области рабочими местами обеспечены порядка 70% осужденных. В каждом организованное обучение представлено до 17 профессий. Как получить диплом государственного образца, если человек отбывает срок в исправительной колонии, узнала Ольга Павлова. Качество сырья, ее взаимозаменяемость. Мастер производственного обучения Умеда Хамралиева проводит урок по поварскому делу. Слушать надо внимательно и желательно записывать, чтобы перед практической частью была возможность повторить основные правила работы на производстве. Повар – не единственная профессия, которую можно освоить в исправительной колонии номер 6. Осужденных здесь обучают основным дисциплинам по 17 специальностям. Сварщики, электромонтеры, пекари и даже парикмахеры. Теория совмещается с практикой, для того, чтобы это больше усваивалось и было правильно. По окончании обучения выдаются дипломы, сертификаты, то есть в зависимости по направлениям деятельности. Ни один сужденный не освобождается с места лишения свободы без профессии. Практическая часть занятий проходит на территории цехов, где производство фактически не останавливается. К примеру, отсюда ежемесячно на экспорт отгружают до двух тонн стирального порошка. Это стало возможным благодаря плодотворному сотрудничеству исправительного учреждения с Новосибирским заводом бытовой химии. Поставка сырья для производства моющих средств позволила увеличить штат работников до 60 человек и замотивировать их достойной заработной платой. Деньги заключенным необходимы для погашения счетов по исковым обязательствам и помощи родственникам. Также деревообработка, металлообработка, сборка и изготовление пластиковых оконных конструкций. Любой вид производства, в принципе, мы можем освоить. Плодотворная работа велась в шестой колонии и в период пандемии. Заключенные шили маски, медицинские халаты. Сегодня для наших бойцов, выполняющих спецзадачи в зоне СВО, осужденные изготавливают казарменную мебель и шьют обмундирование. Ежедневно в цехах работают 210 человек, которые полностью обеспечивают себя одеждой. Завтрак, обед и ужин заключенные также готовят себе самостоятельно. Трудовая адаптация, она, конечно же, она дает такой положительный сдвиг, что человек думает больше, побыстрее, чтобы освободиться. Когда человек занят, он меньше думает о плохих каких-то вещах. То есть, тем самым, он уже с самого начала начинает адаптироваться к тому, что он будет находиться уже где-то в нашем социуме. Для взаимодействия с органами муниципальных образований и структур сотрудники шестой колонии сегодня провели рабочую встречу. Обсуждалось как расширение географии поставок товаров на экспорт, так и заключение госконтрактов, которые позволили бы исправительному учреждению увеличить заказы и выйти на более масштабный уровень работы. Не исключено, что в будущем товары, производство которых идет в колонии в Самарой области, будут заказываться общеобразовательными, культурными и общественными организациями региона и города. Ольга Павлова, Николай Сидоров, События. Люди с большим сердцем волонтерское движение в Самарской области набирает обороты. К сбору и изготовлению гуманитарной помощи подключились не только крупные производственные организации, но и учебные учреждения. О том, какую помощь оказывают педагоги и студенты Самарского колледжа сервиса производственного оборудования, расскажем в нашем следующем материале. Почувствовать тепло родного края военнослужащие смогут уже в ближайшее время. Студенты Самарского колледжа сервиса производственного оборудования в рамках общероссийской акции «Взаимопомощи. Мы вместе» изготовили очередную партию печек-буржуек. В чем заключается наша помощь? Совместно со студентами, совместно с мастерами производственного обучения, на протяжении уже около двух месяцев мы занимались изготовлением полевых печек, которых изготовили на сегодняшний день 67 штук. На изготовление одной такой печки уходит примерно 4 часа. Бойцам оно на нашем пригодится, чтобы согревать их, сушить вещи. Колледж тесно сотрудничает с Самарской региональной общественной организацией, оказывающей поддержку мобилизованным гражданам и участникам СВО – САМБАД. Волонтеры организации регулярно доставляют гуманитарную помощь, собранную и изготовленную специально для военнослужащих. Во время таких поездок списки необходимых вещей корректируются. Нередко возникает необходимость в создании какой-то принципиально новой конструкции. Так появилась идея попробовать изготовить маневренные металлические носилки на колесах. Я подсмотрел эту идею в зоне СВО, я увидел, как ребята работают с такими носилками металлическими. И, приехав в Самару, я об этой идее рассказал в нашем колледже, который производит там всякие интересные металлические изделия. И руководитель колледжа, конечно, сказал, давайте попробуем. И сейчас, на настоящий момент, как раз сделаем пилотную версию. Металлические носилки на колесах могут послужить как для перемещения вещей, так и раненых бойцов. Продукция, которую изготовили неравнодушные студенты Самарского колледжа, уже в ближайшие дни отправится в зону проведения СВО. В Самарской школе 161 прошли классные часы о правилах безопасного использования газового оборудования. Для учреждения в Красноглинском районе эта тема особенно актуальна, поскольку в округе много домов, где установлены газовые колонки и котлы. Школьники не просто слушают лекции, но и сами готовят доклады, а также изучают информацию в игровой форме. Подробности в нашем сюжете. Девятиклассники 161 школы, которые записались на дополнительные занятия по химии, сейчас изучают тему природный газ. Они смогли самостоятельно напомнить другим школьникам о правилах пользования газовым оборудованием в квартире. То есть классный час проходит не как обычная лекция о правилах, а ученики сами подготовили информацию для урока. С этими проектами затем выступят и в других классах. Я думаю, это однозначно лучше, дает больше эффект, лучший эффект, потому что когда это звучит не в виде наставления от учителя, от взрослого человека, а от своих сверстников, которые в этом вопросе показывают глубокие знания, они вызывают уважение и доверие. Классные часы о безопасности пользования газовым оборудованием проходят во всех параллелях. Если для ребят постарше в формате защиты проектов, то в начальной школе такие уроки проходят в игровой форме и с просмотром обучающих мультфильмов. Тема безопасного использования газового оборудования особенно актуальна для 161-й школы, ведь в округе много домов, где установлены газовые котлы и колонки. Как это все правильно донести до ребят? И мы используем разные формы для того, чтобы ребятам было интересно, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы это было полезно. То, что они узнают от нас на уроках, на внеклассных мероприятиях, они приносят домой. А сведения это не только интересные, но и поучительные. Классные часы о безопасности проходят в школе регулярно. Их тема зависит от тем, которые проходят ученики по программе или от времени года. Зимой обсуждают правила нахождения на льду, а перед летними каникулами говорят о правилах посещения пляжей и водоемов. Круглый год говорят о правилах дорожного движения, чтобы дети не забывали о безопасности. Такие уроки проходят в самарских школах по всему городу. События, призванные объединить истинных любителей чтения. В областной столице открылась Самарская книжная ярмарка. В ней приняли участие книгоиздатели России, представители библиотек, авторы и читатели. Какая программа ожидает гостей ярмарки, узнала Александра Гусева. Они хранят в себе ценные знания. Веками передают их от поколения к поколению. В областной столице открылась Самарская книжная ярмарка. Ее задача – популяризовать чтение и культуру посещения библиотек. Хочется сказать, что наша страна всегда была самой читающей страной в мире. Мы себя позиционируем как читающая столица России. И мне кажется, сегодняшнее событие, которое мы открываем, это замечательная книжная ярмарка, тому свидетельство. В ярмарке принимают участие книгоиздатели со всей России, авторы, читатели, сотрудники библиотек. Областная детская библиотека в рамках ярмарки познакомит гостей с детской развивающей литературой и коллекционными изданиями. Проведет несколько игр от ведущих российских издательств. А областная библиотека для молодежи представит несколько необычных мастер-классов и лекций. Очень обширную программу мы предлагаем для молодежи, для нашей, для жителей Самары, Самарской области. И то, что касается такой деловой программы, тоже принимаем в неактивное участие. Вот прямо сейчас проходит перформанс. Это писатель и художник. Мы рассказываем о Льве Николаевичу Толстому. Толстой, конечно, был значимым для российской действительности. И почему происходили все вот эти, ну, люди, кажется. Областная научная библиотека покажет интерактивную постановку пространства Самарского времени, где посетители познакомятся с историей книгопечатания в нашем крае. С момента зарождения первых типографий и до современных течений в издательской деятельности. Кроме того, гости смогут познакомиться с раритетными книгами из коллекции, изданной в Куйбышеве, представленными на стенде. Здесь у нас выставка, на которой представлена вся история книг и издания нашего края. Начиная с 19 века и заканчивая непосредственно сегодняшним моментом. Здесь вы можете увидеть достаточно раритетные книги, старинные, 19 века и газеты примерно того же периода. Многие ошибочно могут полагать, что от книг с ветхим переплетом и протертыми страницами нет никакого толку. Но даже очень старые книги можно подарить вторую жизнь, утверждает руководитель проекта «Эко-книга». Все книги, которые мы покупаем в Самаре, да, у нас шесть приемных пунктов в Самаре, мы привозим на базу, сортируются. Потом и самые лучшие книги, экземпляры, сейчас их у нас около двух миллионов, они уже выставляются на продажу. Самая основная задача – это значит больше привлечь читателей, потому что у нас доступные цены. Самара – многонациональный регион. На ярмарке можно встретить стенды, посвященные культуре разных народов, проживающих на территории Поволжья. Здесь можно узнать о традиционных костюмах и предметах быта. Но самое главное – гости могут поближе рассмотреть книги, изданные на национальном языке. Нашими основными уставными целями, я имею в виду татарских общественных организаций, является работа по сохранению родного языка, национальной культуры. С самого начала работы татарских общественных организаций мы начали издавать газеты, а в последние годы в нашей работе появилось новое направление – это издание книг. Участие в ярмарках – это возможность рассказать подрастающему поколению о традициях и культуре разных народов. Наш отдел культуры народа, Тарбут-Лам, покажет, как евреи читают, как евреи живут, какие у нас обычаи, как мы воспитываем детей – это очень важный вопрос. Ну и, конечно, мы еще завтра, послезавтра выставка проходит. Мы будем рассказывать о правильном питании, о здоровье, о кошерном питании. В рамках Самарской книжной выставки будут проведены межрегиональные конференции и семинары для педагогов, студентов и школьников, спектакли, концерты, лекции от музеев и библиотек, творческие мастер-классы и многое другое. Посетить Самарскую книжную ярмарку можно до 12 февраля. Александра Гусева, Игорь Казановский, События. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и отличных выходных! Субтитры создавал DimaTorzok